Привет, друзья! Сегодня речь пойдет об автоматах. У каждого в доме есть электропроводка, у каждого в доме стоит электрический счетчик, у каждого в доме как минимум один коммутационный аппарат, то есть предохранитель, автомат, как вы угодно ее называйте. Если говорить о предохранителях, неважно как они исполнены, все примерно понятно. Это коммутационный аппарат, который у нас при нормальном режиме работы работает, пропускает ток, при каком-то перегрузе или при коротком замыкании он у нас, плавкая вставка разрушается, то есть перегорает и питание подаваться прекращает. Если говорить об автомате, то это гораздо более сложное устройство, но у него есть несколько выгодных отличий от предохранителя и собственно более сложное и более дорогое устройство, но есть существенные плюсы. То есть первый плюс это в том, что у нас в автомате как минимум две защиты встроено, то есть надежнее работа его и второе это то, что он как бы многоразово в использовании, то есть у нас отключил он короткое замыкание или перегрузку и все. Он остыл, мы его включили и продолжаем пользоваться. Вам не надо искать, бегать там какие-то плавки и вставки и так далее, там жучки городить, не надо ничего делать. То есть включили и поехали дальше. Многие знают, что у них в доме стоит, что-то стоит в щитке, но что это конкретно, многие не понимают и когда вопрос становится, ко мне часто обращаются, что купить, какой купить, зачем купить и что это такое вообще. Я сейчас попытаюсь вам рассказать, на пальцах грубо говоря объяснить и как можно проще, чтобы было понимание, как это работает и для чего это надо и попробовать решить проблему выбора, что вам покупать, если вам вдруг необходимо заменить выключатель или установить какой-то новый. Так, начнем. Автоматический выключатель это электрический аппарат, который предназначен для нечастых отключений и включений токов нагрузки номинальной своей, а также автоматического отключения цепи, которую защищает в аварийном режиме, то есть при перегрузке или притоках короткого замыкания. Так называемые автоматы, это в народе называются автоматические выключатели, не рубильники, не как-то как угодно, либо автоматический выключатель, либо автомат. Все. Это понятие в любом магазине, любому электрику скажете, он сразу поймет вас. Конструктивно автоматы бывают совершенно разных видов, то есть вкатные, выкатные, там на стенку, там разных видов, разных форм-факторов, то есть какие угодно, то есть разных полюсов, то есть допустим вот у меня лежит на здесь однополюсный, да, выключатель, вот его крышечка, да, однополюсная, вот он трехполюсный выключатель, да, разные виды бывают. Сегодня мы будем говорить о модульных автоматах, это автоматы, которые соответствуют определенному ГОСТу, насколько я правильно нашел, я могу ошибаться, этот ГОСТ DIN 43 880, то есть в любом месте там как бы в мире вы найдете, придете в магазин и скажете, мне нужен модульный автомат, и вам вот что-то подобное вот такого дойдут, то есть либо однополюсный, либо трех, либо двух, какой вам надо. То есть это удобно тем, что сейчас существует огромное количество панелей щитков, под которые можно, которые можно вставить этот автомат, собственно точно так же можно найти огромное количество дополнительных, не только автоматов, то есть розетки, там всякие амперметры, вольтметры, счетчики, которые соответствуют этому стандарту, то есть это удобно. Как же устроен автомат? Автомат состоит из нескольких основных частей. Первое, это механизм отключения, включения, то есть расцепления, то есть сама механика, которая у нас включает силовой контакт и отключает, затем идет силовой контакт непосредственно, то есть которая у нас коммутирует наши все включения и отключения, да, затем у нас винтовые зажимы, которым мы подключаем силовую часть нашу всю и непосредственно защитные элементы, то есть это тепловой рассыпитель и электромагнитный. Также еще у нас присутствует дугасительная камера. Дугасительная камера нам необходима в автомате для того, чтобы при отключении, при размыкании контакта, ну то есть это физический процесс, у нас появляется в этом месте дуга. Эта дуга у нас, если бы здесь не было дугасительной камеры, она бы просто, ну со временем бы прожгла и разрушила бы контакты, прожгла бы пластмасс и все такое прочее, но у нас дугасительная камера как бы разбивает дугу, ну вы понимаете о чем, из самого слова, она гасит дугу. Так, дальше. Монтаж выключателя осуществляется в нашем случае на динрейку, то есть это специальная планка, которая установлена у нас на панели, либо в щитке. На автомате у нас всегда есть вот такие защелки, ну или подобные этим, да, то есть мы их отщелкнули, вставили его, защелкнули, все. Автомат у нас установлен в нашем необходимом положении, можно его подключать к нему провода и пользоваться. Принято подключать провода, в всяком случае у нас, в странах бывшего Советского Союза, к верхним клеммам. То есть сверху у нас всегда питание подходит, снизу у нас всегда нагрузка. Почему так? Потому что у нас принято на производстве, допустим, где вы там, там где силовые автоматы стоят, то есть либо рубильники стоят, верхний автомат всегда неподвижный у нас, вот как видите, видно здесь, что у нас вот верхняя часть, вот это вот, если смотреть, да, у нас вот это верхняя клемма с этой стороны. Верхняя клемма всегда, зажим, он подключен к неподвижному контакту, нижняя через все цепи к верхнему контакту, подвижному. Нижний контакт всегда находится в глубине, внизу, то есть до него добраться, если вы вскрыли автоматом или что-то там, очень сложно, ну не очень сложно, но как бы проблемно, и за счет этого снижается вероятность поражения электрическим током. Поэтому у нас принято всегда подключать сверху. Каких-то стандартов или регламентов по подключению сверху или снизу, я не нашел, ну, если касаться, если касательно модульного подключения. У нас, как я понимаю, можно и сверху и снизу, то есть здесь у нас, потому что конструкция у нас не разборная, то есть вот здесь вот везде у нас завальцовано все наши соединения, как бы, то есть мы ее разобрать просто не можем наш выключатель модульный, поэтому можно и сверху и снизу. В принципе, это то, что касается сверху. Так, как же у нас работает автомат? Так, мы подключили автомат, да, питание, нагрузку, как бы все как надо. Что у нас происходит? Нам необходимо подать напряжение, да, мы, ой, пардон, он был включен, как правило, у нас указано, где у нас положение отключено, где положение включено, то есть мы подняли наш рычажок, вот этот, в этом случае он желтого цвета, все, силовой контакт замкнулся, вот этот ток у нас через автомат пошел. Вначале ток у нас через зажим попадает на силовой контакт, затем вот посредством через косичку, приваренную на электромагнитный расцепитель, потом, опять же, через косичку на тепловой расцепитель, и, собственно, выходит на зажим, к которому подключена нагрузка. Собственно, все, то есть, как бы элементарно простая система. Если это у нас, допустим, это автомат фирмы ИЭК, если мы откроем, вот, шнайдеровский автомат, да, примерно компоновка будет такая же, то есть детальки могут отличаться там конструктивно, но компоновка будет точно такая же. Теперь давайте конкретнее поговорим о расцепителях, но перед тем, как о них говорить, необходимо понять одно, разобраться с одним понятием, номинальный ток. То есть, если говорить о номинальном токе, то это наиболее допустимый ток, который может пропустить через себя автоматический выключатель, не отключаясь. Именно этот ток указан у нас на, непосредственно на автомате. Вот здесь вот B4, да, B4, здесь, допустим, 25, да, указано. То есть, это тот ток, который у нас номинально работает, и автомат не будет отключаться при этом токе. Итак, что такое тепловой расцепитель? Тепловой расцепитель, это расцепитель, который обеспечивает отключение автоматического выключателя при прохождении через него тока значением выше номинального, выше номинального, то есть при перегрузке. То есть, если у нас, к примеру, да, у нас есть автомат, который рассчитан на одну лампочку, да, мы вкрутили вторую, он отключился. Выкрутили, он работает нормально. То есть, когда у нас ток превышает наш номинальный, то есть там на какой-то там на 50%, на 40%, в 2-3 раза. То есть, у нас всегда будет отключаться по перегрузу. Основа расцепителя у нас, это биметаллическая пластина, которая состоит из двух слоев металла с разным коэффициентом расширения. При протекании тока, при нормальном, при номинальном токе, у нас эта пластина как бы нагревается тепленько, но она не изгибается. Когда у нас ток превышает какое-то значение, наша номинальная пластина начинает изгибаться, надавливает, соответственно, здесь вот автомат уже разваленный, как бы уже, как бы она надавливает на рычажок, и у нас происходит отключение силовой цепи. В зависимости от того, насколько большой ток, больший ток от номинального протекает через тепловой расцепитель, настолько быстрее автомат отключится. Здесь прямая зависимость, как бы, чем выше ток, тем быстрее отключится. То есть, если через выключатель будет протекать, к примеру, да, ток, там, полтора номинала, то есть на 50% больше, допустим, если у вас номинальный ток автомата 10 А, будет протекать, к примеру, 15, то, грубо говоря, к примеру, автомат отключится там через час. А если будет протекать два номинальных тока, то есть не 10 А, а 20 А, он отключится через полчаса. То есть, грубо говоря, вот, ну, так, если на пальцах, то так. и так далее. Чем больше ток, тем быстрее отключится. Данное время отключения регламентировано и нормируется, и должно соответствовать так называемым времятоповым характеристикам. Такие характеристики можно найти на сайтах производителя конкретного автомата, в зависимости от серии, есть определенные характеристики этого автомата. И должно, к примеру, при двух номиналах, он должен отключиться в течение 30-40 секунд в этих пределах. Если больше-меньше, то уже нехорошо, не есть гуд. Но, честно говоря, в быту по перегрузу у нас достаточно редко отключаются автоматы, потому что, как правило, у нас устойчивая нагрузка, то есть мы знаем, что у нас 10 лампочек, то все, и автомат просто не реагирует на это, он работает в нормальном режиме. И, как правило, у нас с запасом все автоматы берутся. Другое дело, электромагнитный расцепитель. Электромагнитный расцепитель, это, другими словами, отсечка, предназначен для мгновенного отключения автоматических выключателей при коротком замыкании, либо при превышении многократного номинального тока. Так, ток, при котором срабатывает электромагнитный расцепитель, можно определить по классу выключателя. То есть, класс, это вот та цифра, которая стоит перед номинальным током. То есть, в данном случае B, здесь у нас C, да. То есть, по ГОСТам, B, класс выключателя с характеристикой B, это 3-5 номинальный, когда у нас ток от 3 до 5 номиналов, ну, от 3 и выше. У нас срабатывает электромагнитная отсечка. То есть, а это не десятки секунд, не секунды, это сотые десятые доли секунды. Если это C характеристика, то это 5-10 крат, если это D, то 10-12. О, этих характеристик мы поговорим ниже, чуть-чуть. Как же работает электромагнитный расцепитель? Представляет он из себя, грубо говоря, электромагнит. То есть, здесь на корпус намотана такая силовая, довольно-таки большого сечения, как правило, жила. Внутри у нас сердечник. При прохождении тока, нормального тока, да, у нас без всякого движения, все нормально, да. Как только у нас ток возрастает резко, здесь у нас возникает, как это правильно сказать, напряженность, да, и втягивается электромагнит. Вот так, вот, сейчас, видите, вот шевелится. Ток втягивается, бьет, опять же, вот здесь, в этом месте должна стоять специальная защелка, и выключается автомат. То есть, это очень происходит очень быстро. Мы разобрались, что в автоматическом выключателе предустановлено два основных типа выключателя, два основных типа расцепителя. Это тепловой, который отключает по перегрузу у нас, или по незначительному превышению тока, как и через время, через большой промежуток, либо электромагнитная отсечка, электромагнитный расцепитель, который отключает мгновенно, при токе короткого замыкания. Но, как же выбрать какой? Вы приходите в магазин, да, вам необходим выключатель, как бы там, какой-то автомат, да, но вы не знаете, что с ним, какой и какой необходимо. Давайте разберемся немножко о том, какой надо выключатель выбирать и покупать. То есть, вся необходимая информация у нас, как правило, не как правило, а предоставлена на корпусе автомата. То есть, вот в этом месте, если говорить, то есть, как бы, если бы он был однополюсный, то он бы вот так выглядел, да, все то же самое. Начнем. Первое. Это вот, первая часть, это название фирмы. То есть, у нас Мерлин Джерин, то есть, Джерин, это Шнайдеровская, Шнайдер, да, непосредственно сам фирма-производитель. Я бы рекомендовал вам при покупке автоматов, если вам необходимо покупать автоматы новые, это либо Шнайдер Электрик, Мерлин Джерин, либо АББ, а больше все, потому что дальше уже вот эти вот ЕК, ну, это какашка, грубо говоря. Но, остерегайтесь, бывает, особенно в АББ, во всяком случае, у нас в Украине часто и устом можно нарваться на поделку. Надо покупать там, где какой-то авторизированный, то есть, у дилеров, то есть, это ли там эпицентр, там какие-то проверенных продавцов. То есть, там, где однозначно узнаете, что там будет дать качественный продукт. Дальше идет у нас модель автомата. То есть, в нашем случае, это вот Multi 9, серия, да, C60N. То есть, это модель автомата у нас. Данными, вот это у нас серия, там, тип автомата, это у нас разными, для того, чтобы вы могли определиться, определиться, какой есть, как правило, производитель, несколько там линеек, то есть, с разными характеристиками автоматов, чтобы было проще определиться. Далее у нас идет, вот, часть, это B4, то есть, это у нас время B, это время токовая характеристика, то есть, та самая, о которой мы говорили, там где 3, 5, 5, 10, там 10, 12 крат. Как правило, в наших магазинах представлены автоматы с характеристикой C, их у почти все, подавляющее большинство. C у нас, это характеристика, которая устанавливается, как правило, ГОСТ рекомендует устанавливать ее на розеточные группы, с небольшими пусковыми токами. То есть, пусковой ток, это когда мы двигатель пускаем, у нас в определенный момент времени, то есть, ну, видели, да, холодильник пускается, чуть-чуть притухает свет, вот как раз есть пусковой ток. С характеристикой B, как правило, представлены, ну, мало очень их. То есть, это устанавливает, рекомендует ГОСТ их устанавливать на длинные линии, либо на освещение. То есть, там, где у нас пусковых токов мало, и, соответственно, у нас, как бы, он чувствительный автомат, чуть-чуть. Характеристика D, это 10-12 крат. Вообще, я в магазинах ни денег встречал, только на производстве. То есть, это уже для двигательной нагрузки, там, где большие пусковые токи задержаны, то есть, для того, чтобы у нас не выключался автомат при включении какого-то оборудования. Дальше у нас идет номинальный ток автомата. Вот это циферка 4, здесь, в нашем случае, это номинальный ток автомата. Номинальный ток выбирается в зависимости от нагрузки, подключенной к линии вашей. Нагрузку посчитать достаточно легко. То есть, мы берем, допустим, вот мы знаем, что у нас будет автомат, отключать 10 лампочек. Берем 10 лампочек, к примеру, каждая по 100 Вт. 100 умножаем на 10, вот вам 1000 Вт, да, 1 кВт. Ну, у нас же здесь тока есть киловатты. Ну, как бы, здесь все просто. Делим киловатты на напряжение на 220 Вт, соответственно, получаем сколько там в районе там там 50 А, что-то такое, ну, грубо говоря, да, там, как бы, как бы так. То есть, это самый простой способ. Но, если мы говорим о, допустим, розеточная группа на квартиру, да, то у нас необходимо ввести в это уравнение еще коэффициент использования. То есть, не надо покупать автомат, если у нас пересчитать всю нагрузку, которая у вас максимально в квартире, все, у вас этот дикий ток получится, дикая мощность, которая не выдержит ни ваши провода, ни ваш ввод. Необходимо использовать коэффициент использования. То есть, вы же не все время одновременно будете подключать все электроприемники, мощные и немощные, одновременно будут у вас включены. Поэтому вводится коэффициент использования. Он, как правило, там от 0,6 до 0,9. То есть, наш ток, грубо говоря, мы умножаем на еще 0,6 или 0,9. То есть, немножко снижаем тачок автомата. Вообще, как бы, как правило, вот в нашем случае у нас, да, сколько дел, как правило, покупаются розеточные автоматы группы 16 А автомат, световые 10 А, на вводе 25 А. Все. То есть, как бы, как правило, этого достаточно и нормально работает. Дальше у нас идет номинальное напряжение. Вот здесь вот указано 400 В переменки. Здесь вот, ну, здесь плохо будет видно, да, наверное. Здесь у нас 230, 400 В то же самое. То есть, как бы, в нашем случае необходимо приобретать, чтобы не менее 220 В было написано здесь. И значок переменка. То есть, переменного напряжения. Бывает еще постоянного напряжения. Я бы рекомендовал, если будет попадаться, но это крайне редко бывает. Если будет для постоянки, то, как правило, здесь плюсик и минусик написано вот здесь, в этом месте. брать для поставки, поскольку дуга при постоянном токе гораздо мощнее, соответственно, контакты, из которых силовые контакты наши, да, вот эти вот, силовые контакты гораздо мощнее на автоматах для предназначения для постоянного тока. Поэтому, ну, как правило, у нас обычная переменка 202-220 В. Дальше у нас идет предельный ток вот в этом квадратике, вот цифра 6000, видите, да? Сейчас я приближу, чуть-чуть, чтобы было виднее. вот в этом квадратике цифра 6000, да? Это предельный ток отключения. Это параметр, характеризующий предельный ток короткого замыкания, который способен пропустить через себя вот этот автомат, то есть не теряя своей работоспособности. То есть он 6000 Ампер мгновенный ток, конечно же, не там полчаса будет держать, ну, там, одну сотую секунды пропустит, отключится, но потом можно будет им пользоваться. Если будет там 6100 Ампер, он просто может просто там свариться контакты, расплавиться и так далее, и тому подобное. То есть он уже перестанет работать. Далее идет у нас вот циферка внизу, вот троечка. Здесь тоже троечка. Это класс ток-ограничения. Чем выше эта цифра вам необходимо знать, тем быстрее произойдет отключение короткого замыкания. То есть там не 0,6, а 0,4 секунды, к примеру. 0,3, я точно, наверное, не помню, каких цифрах говорится. Как правило, вообще, во всех строительных магазинах где-то представлены автоматы, которые гарантированно можно купить любой и воткнуть на вашу квартиру, как бы там на ваш счеток, он будет работать нормально. Так что вам необходимо знать и опираться только вот эта цифра. B4, допустим, C25, C16, C10 и так далее, и тому подобное. Я, кстати, не сказал еще при выборе номинального тока, что у нас автоматы есть стандартный ряд номинальных значений. То есть 2, 4, 6, 10, 16 и так далее, 20, 25, 32, я уж не помню точно там как бы точно все их. То есть вы ищете ближайший больше, грубо говоря, при покупке. То есть вы обращаете внимание на характеристику и на номинальный ток. Собственно, все. Мы с вами примерно разобрались, как работает автоматический выключатель, что это и такое, с чем это едят. Я надеюсь, что помог вам какое-то понимание, что вы определились в этом вопросе, и вам будет проще, если вы придете в магазин, вам не смогут лапши на уши навешать. В общем, итог какой. Покупаем, если вам надо. Автоматы хорошие, подбираем правильно нагрузку и пользуемся. Все, на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok